Севастопольцы не знают о бесплатном автобусе номер 55К, курсирующем между Радиогоркой и площадью Захарова. Такой вывод на заседание городского правительства 11 января сделал губернатор, анализируя обращения граждан из социальных сетей. Соответствующий вопрос Михаил Развожаев адресовал своим подчиненным. Где информация, никто не знает про этот челнок. Конечно, информация размещена и в соцстраницах, и челнок работает. У меня люди говорят, что там 3 человека есть, а остальные в СУИ не знают о том, что там такое появилось. Мало того, мы 9-10 числа контролировали, мониторили максимальная загрузка, вот 12 человек при его вместительности. Потому что не знает никто про ваш челнок. Мы его опубликовали информацию перед Новым годом. Хорошо, вы опубликовали перед Новым годом, может кто-то в это время другими делами был занят. На причалах везде опубликована данная информация. А вы не видите, что с другой стороны люди возмущаются, продолжают, что не работает паром на радиогорке, и они не могут добраться. Значит, нет информации о том, что каждые 15 минут, сколько он там, интервал какой движения челнок. Часки 15 минут. 15 минут. Каждые 15 минут ходит бесплатный челнок от причала радиогорки до Захарова. Напомним, бесплатный автобус для жителей радиогорки начал ходить с 29 декабря прошлого года по маршруту площадь Захарова-Улица Громова из-за приостановки морского сообщения с районом после сильного шторма. Одним из альтернативных вариантов для запуска катеров на линии Артбухта-Радиогорка чиновники рассматривают причал на Михайловской батарее. После согласования с военными специалисты обследовали сооружение. В заключении специалистов, что данный причал без капитального ремонта эксплуатировать нельзя, но есть выход по установке плавпричалов. Значит, дополнительно еще раз посмотрели в городе, какие имеются причалы. Значит, коллеги с Мостотреста нам обещают помочь. У них есть два причала в Балаклаве. Мы сегодня с ними окончательно договорились. С завтрашнего дня приступаем к подготовке, значит, мобилизации этих причалов и поставим причал на Михайловской батарее и в Инкермане.